Дорогие друзья, к сожалению, звонки аферистов не удалось еще полностью остановить. Борьба с ними не прекращается ни на минуту. Наши доблестные авторы канала, мошенники звонят по телефону, продолжают мужественно трудиться. Они несут свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ничего страшного, Магомед. Скажите, пожалуйста, как я понимаю, ранее интересовались по поводу инвестиций на фондов и на финансовых рынках. Верно? Интересовался. Как там, получилось уже попробовать? Ну, а как? Не попробовать? Нет. Ну, я не пробовал. Я не пробовал, нет. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Магомед, у вас есть желание зарабатывать в этой сфере? Есть желание. Ну, зарабатывать вообще есть желание, чтобы зарабатывать. Отлично. Это хорошо. А чем вы занимаетесь, Магомед? А вы иностранец, что вы не русский? Ну, я наполовину русский, у меня мама из России тоже. У вас просто акцент какой-то, как будто вы не русский. Ну, само собой, Магомед. Я в Англии родился, там вирус. И после этого я много, да, я постоянно путешествовал потом. А, я понял. Ну, я просто удивился, акцент такой, ну, как будто не русский. Да. Понятно? Хорошо, да. Есть такое. Вы работаете, Магомед? У меня есть работа, да, у меня работа есть. Работа, работа у меня не связана с финансовым рынком. Мне как не связана вообще никак. Она никак не связана вообще. А вы мне скажите, то есть устраивает работа, довольно? Ну, обычная работа, как тебе, так, работа. Работа, это работа. Что делать? Надо работать правильно? Конечно, надо. Ну, а как же без работы? Конечно, само собой. Магомед, вот смотрите, я задам такой вопрос. У меня есть возможность предоставить вам возможность зарабатывать в данной сфере. Вы мне скажите, то есть, для чего, зачем этого зарабатывать вообще? У вас есть какой-то определенный цель, для чего вы хотели заработать? Допустим, там, купить дом или что-то подобное? Так, это же деньги. Это же деньги. Как мне тут, ну, когда деньги-то всегда найдутся, смотря какие деньги, вы понимаете? Смотря какие деньги, я же не знаю, какие деньги, ну, как можно сделать какие-то, строить какие-то планы, мечты? Ну, и, ну, и как, я же не знаю, какие деньги, ну, не знаю. Ну, Магомед, сразу скажу, что в миллионе заработать точно не получится. Ну, я же не могу. Ну, вот видите. То, что вы сможете, Магомед, да, здесь сделать, вы сможете потихонечку, медленно, да, потихонечку, но зато верно двигаться вперед и постоянно шаг за шагом увеличивать ваш капитал. Ага, понятно. Интересно, да. Скажите мне, Магомед, вам, наверное, интересно, что вообще надо сделать для этого? Ну, да, вы же, я же не знаю, вы же не говорите ничего пока. Что за предложение какое, вы мне звоните, какое предложение? Конечно, конечно, конечно. Я сейчас объясню. Ага. Начнем с того, что это обычная торговля. Тут ничего нового нету. Как и везде, здесь тоже так же. Покупаем дешевле, продаем дороже. Отлично, получайте прибыль, разместим цену. Но, согласитесь, что, чтобы в торговле заработать, надо знать, что покупать, чтобы потом дороже перепродавать. Ага, так, понятно. Интересно. Само собой. В этой сфере то, что самое главное, это информация. Информация? Я вам предоставляю человека, Магомед, в том случае, если мы станем будем готовить, который предоставляет вам информацию, чтобы что продавать. Ага. Человек, что продавать. А, он также знает, что надо продавать мне? Да мне же нечего продавать. На данный момент, я не знаю, я не думал, чтобы мне что-то продавать. Я не хочу пока ничего продавать. Подождите, подождите, подождите. То есть, чтобы мне продавать что-то, мне же надо, чтобы у меня лишние были какие-то. У меня нет лишнего ничего, чтобы продать. Так, послушайте, послушайте. Маганед, скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь меняли доллар на рубль или наоборот? Бывало такое в обмене? Бывало такое, бывало, да, такое было. Бывало. Так, слушайте, вот здесь то же самое. Здесь тоже можно покупать любую валюту абсолютно. Вот смотри, допустим, возьмем на простой пример. Сейчас, сейчас один доллар стоит 60 рублей. Ну, условно, скажем. Один доллар стоит 60 рублей? Нет, 70 рублей стоит за один момент. А, да, понял. Интересно. Вот. Вас позвонит наш специалист и говорит, что... Маганед, вот ведь сегодня мы покупаем доллар. Потому что послезавтра уже курс доллара подорожает. Доллар подорожает. И он говорит, что у нас будет возможность дороже перепродавать. Вы покупаете сегодня доллар. Послезавтра опять в вашей цели звонит вам и говорит, что... Маганед, цена, посмотрите, поднялся. Да. Вы можете перепродать. Вы уже дороже перепродадите. И за счет 70 рублей уже сверху получится условно 30 рублей. А, ну, так я понимаю, конечно. Вот. Таким образом вы получаете разницу в цену. Так значит, вы получили уже прибыл. Прибыл, да. И от вашего чистого прибыли уже компания занимает 10% комиссионных. Ага. Ну, понятно. Ну, понятно, по-моему, считаю. Общих чертах, так скажем. Спекуляция называется, по-моему. Термин спекуляция. Это из экономики. Да. Да. Абсолютно верно. Оказывается, вы разбираетесь, Магамед. На высшее техническое образование. Вау. Да вы что сразу сказали бы, Магамед? Ну, я об этом не подумал. Да ладно. Я, знаете, вот как, не знаю, вот как на пять, вот палки посчитать, вот так будет для вас, как легко будет ознакомиться и вникать в этой сфере. Ага. Потому что, когда вы познакомитесь с человеком, тем более, вы же не будете отлить. У вас рядом постоянно будет связь с человеком. Ну, да, да. Который подкушивает, да, и говорит, что вот так, вот так надо, чтобы вы не ошиблись, да? Ну, да, конечно. Единственное, то, что, так скажем, просьба у меня будет, не надо самостоятельно принимать там решение. Потому что вы можете, может быть, там ошибитесь, да? А, понял. Понимаете. Надо все обсудить и потом уже принимать решение. И очень важный момент. Конечно, конечно, самостоятельно. Как я могу принимать, если я же не разбираюсь? Как я могу принимать? Я же в этом не понимаю. Конечно. Вот вы человек разумный. Да. Потому что у меня вот бывали такие, которые самостоятельно хотели там что-то купить, продать, им не получилось, ну, понимаете, да, потому что они даже не посоветов даже, не посоветов даже самостоятельно принимали решение. В таком случае я вообще тут ни при чем. Я не буду брать никакого, ну, понимаете, да, ответственность за то, что вы там... Ну, конечно. Я рад, что вы меня понимаете. Да, конечно, ну, я сейчас понимаю. Так, вы сейчас общую суть поняли. Вы меня сейчас скажите, Мугамед. Для того, чтобы вы смогли тоже так же зарабатывать, вам, наверное, сейчас интересно, что для этого надо делать. Правильно? Мне интересно, да. В том, в том заключается сам процесс. Хорошо. Смотрите. Вам понадобится в первую очередь. Конечно, регистрация. Проходите регистрацию. После регистрации открывайте ваш личный депозитный торговый счет на ваше имя и на вашу фамилию. После этого вы активируете ваш счет с минимальным капиталом. Это будет ваш первый опыт. Поэтому начнем с минимального. Ну, в данном случае понадобится там 250 долларов. Для того, чтобы когда с вами свяжется специалист и скажет, что вот, Мугамед, завтра цена поднимется, чтобы вы смогли покупать сегодня и завтра дороже перепродавать. Так, понимаю. После регистрации я уже вам даю специалиста. Вы уже продолжайте со специалистом общаться, который уже непосредственно уже поможет вам торговать и зарабатывать. И то, что самое, и очень-очень важное условие, что в течение 2 недели вы проходите ознакомительный процесс. Вы не будете там все 350 долларов в оборотах пускать, не будете. Вы можете, ну, на ваше усмотрение, там 10 долларов, 5 долларов, да? На минимальных средствах попробовать, чтобы понять, вам это выгодно или можно. Да, может быть, мы это не поедем. Да, да, конечно, конечно, конечно. Вот после этого, Мугамед, если вам понравится, и я уверен, что, я более чем уверен, что вам понравится, конечно, будем двигаться дальше и зарабатывать. Ну, если даже не понравится, то, пожалуйста, вы просто обналичивайте ваш капитал, и мы попрощаемся на доброй ночи. Останчивайте хорошими путями. Нормально. Право выбора всегда таванно. Так скажите мне, условия устраивай. Ну, поподробнее вы, я бы хотел просто, вот вы сейчас рассказали цепочку вот этих схем. А поподробнее можно про эту схему вот от начала? Вот поподробнее. Ну, пожалуйста, поподробнее. Поподробнее что, Мугамед? Ну, вы сказали, вы начали с того, что регистрация на сайте. Вы не сказали, в каком сайте? На нашем официальном сайте, Мугамед. Вы сейчас за компьютером? За телефоном, да, у меня телефон. На телефоне у вас есть Wi-Fi? Нету. А тогда как вы сможете зайти на сайте? А вы мне на словах объясните, я же... Нет, вы мне просто... Вы мне просто вот то, что сказали, как вот этот, ну, цепочку вот этих вот действий, последовательность действий, вы мне просто можете на словах поподробнее сказать? Ну, чтобы мне более понятно было. Я так-то разберусь, понимаете, мне же. Нет, конечно, я понимаю. Я сейчас объясню в общих чертах. И я сказал, прозвучил главное наше условие. Чтобы вы понимали, да, то есть главное, что было, я вам сказал. Конечно. Если вам это интересно уже в подробностях, это вы, наверное, вот, даже может быть, даже старше меня, и даже, может, лучше меня понимаете, что человек, пока не попробует, он не узнает, каково это. Согласен? Конечно, конечно, да. Конечно. Вот сейчас, Магомед, если для того, чтобы вы приняли адекватное решение, как раз для чего я даю вам ознакомительный процесс? Для того, чтобы вы попробовали, визуально, чтобы осмотрели в подробностях, в детях. И потом мы уже принимали решение. А, ну так всегда. Ну, конечно, а как... Ознакомительный? Да, не значит. А, скажи, ознакомительный, это как по-то ознакомительный? Позвольте, пожалуйста. Что значит ознакомительный пакет? Ознакомительный пакет, это как? Не пакет, а процесс, Магомед. Ознакомительный процесс значит, что вы первые две недели торгуете на центах. Имеется в виду, используете 5 долларов, 10 долларов, для того, чтобы удостовериться, да, вы настолько прицеленно с нами сотруднички. И потом уже принимаете решение, уже исходя от того, вам понравится или не понравится. Понимаете? А где искусно ходите? Я, конечно, понимаю, да. У меня высшее техническое образование. Конечно. Вот скажите мне, Магомед, вы где находитесь сейчас? В доме сейчас? Не, я на складе, я не думал. И на складе. Хорошо. Как думаете? Как думаете? Исходя от всего этого, то что мы обсудили. Ага. У вас есть желание попробовать? Ну, конечно, есть, да. Конечно. Есть желание. Так, тогда мы давайте с вами так поступим. Так. Я могу перезвонить вам, грубо говоря, через 2 часа, допустим. Вы дома будете? Ну, я на складе вообще, допоздна будете работать. Допоздна будете работать. Ну, зачем дома-то? А при чем здесь дома? Я в ККС. У меня же телефонка с тобой. Ну, у вас же интернета нету, Магомед. У меня в Телефоний интернет. Мобильный интернет. Как мы зарегистрироваемся в мобильный интернет? Мы не сможете использовать. Не сможете? Попробуйте, если хотите. Вы можете поставить мне на громкую связь и зайти на сайт, если получится. А я уже сейчас, пока мы разговаривали, я пробовал в интернете. Интернет почему-то не работает. Я уже пробовал. Да. Да, вам надо Wi-Fi. Хотя до вашего звонка интернет работал. Почему-то вот звонок поступил, и интернет пропал. Я просто смотрел погоду на ближайшие 5 дней, и она пропала все. Да, Магомед, потому что, когда мы разговариваем, интернет не работает во время звонка. Мобильный интернет не работает. А почему так мобильный интернет не работает? Вы-то не знаете почему? Потому что вы пользуетесь интернетом оператором. Как-как? Модулятором? Да. Это не только у вас, Магомед. Это везде так. Не важно, вы со мной разговариваете или с кем-то другим. Мобильный интернет не будет работать. Так, как вы мне скажите, как нам поступить? Вы хотите, чтобы я вас зарегистрировал? А как вы меня можете зарегистрировать? Ну, а как это сделать? Ну, надо зайти, там, писать ваше имя, вашу фамилию, вашу почту, и на почту получаете ваш логин и пароль. Ну. И. Да. Ну, я просто хотел бы, чтобы вы сами... Да я сам, конечно. Не, я сам. Конечно, сам. Да. Да, сами посидели, посмотрели. Да, измотров. Да, это я все понял. Как вас... Тарас, я уже забыл. Как Тарас? Вейс Тарас. Никитов. Никитов. А, да. Вы же не... Как Кэпитал... Фей... Фей... Кэпитал... Как? Экскрипт... Кэпитал? Эй-кэй Кэпитал. Да, вы же не... Ну, как сказать... А про вашу компанию, организацию-то вы можете как-то... Я же не знаю просто ничего. Вы же ничего не сказали. Да, конечно. Это шведский брокер Магомед. Шведский? Шведский? Да, это шведский брокер, который одновременно... Вы из Швейцарии? В Швейцарии? Нет, я не из Швейцарии. У меня папа англичан, а мама... Нет, брокер? Брокер из Швейцарии? Там брокер, конечно, швейцарский, да. Или Швеция? Я просто послушал. Швейцарский. Швейцарский? Да, да. Ага, швейцарский брокер, так. Интересно. Да, да, да. Мы швейцарский брокер, который продвигает инвесторов, как и в Европе, как и в странах ЕСНГ тоже. Ага, интересно. Мы занимаемся сопровождением, это аналитическая компания, которая предоставляет услуги аналитиков. Которая предоставляет информацию. А, вот как. Так это... Так это вот Капитал, это брокер, а есть еще и аналитика тоже? Другая компания? Или как? Не, я говорю, что здесь люди анализируют, наши специалисты анализируют рынок, да, и предоставляют вам уже готовую информацию. Это Капитал, Капитал, он анализирует рынок? Ага, а, анализирует рынок, а, понял. А брокер, ну а как же брокер тогда? Ну, еще не брокер еще. Да, это компания, которая совмещает услуги брокеров. А, Капитал, ты и брокер тоже? Да. А откуда у вас такая информация, Могомед? Что, какая информация? Ну, вот эта информация, да, то есть, то, что обычно брокеры и работают, и они работают, ну, как брокеры, и не совмещают. А, а, брокер, это вы, то есть, Капитал, это и брокер, и аналитический тоже центр, как бы. Да, 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 абсолютно верно. Ну, я понял. Абсолютно верно. А, ну, а давно на рынке работает вот этот Капитал? Ну, на рынке вот, мировой. Да, более, более, долго, Хорошо. Ну, конечно. Вы скажите мне, Могомед, как мы, так скажем, с вами поступим? То есть, в любом случае, то есть, дома есть, а при компьютере? Дома я буду сегодня очень поздно. Не, не сегодня, Могомед, сегодня, как бы, я тоже не успею уже. А, я же хотел, я же хотел про организацию, это я же, ну, еще просто вопросы у меня были немножко. Ну, вот, если есть вопросы, задавайте, но, смотрите, вопросы, сейчас, может, у вас нет, но в будущем у вас будет. Конечно. я вас, я вас могу набрать утром, если будет дома. Не, сейчас еще, ну, вы можете уделить еще некоторое время, я просто, вопросы, ну, мне же, понятно. Понятно. Какие вопросы, давайте, задавайте. А вот, да вот, компания ваша, Capital, это, это, Швейцария, а, сама зарегистрирована, она в какой стране и городе? Зарегистрирована. Ну, как? Швейцария. А, в Швейцарии зарегистрирована? А в городе там, в каком, ну, не подскажете? Вы знаете, конечно. В Сюрихе. в Цюрихе? В Цюрихе. Да. А вы звоните, вы из Швейцарии звоните, тоже из Цюриха? Да, я звоню из Швейцарии. Я пользуюсь программой, чтобы вот, на ваш телефон нам там, наверное, пишет русский номер. Но я не звоню из России. А вы звоните из Швейцарии, из Цюриха мне сейчас? Да. Ну, это для того, чтобы мы с вами общались гораздо дешевле. А то с вами, понимаете, применение, а то дорого. А вот так дорого будет, если по-другому звонить. Это я. Да, я. А вот еще такой вопрос. Вот ваша компания, она же, ну, как это, я не помню слово, называю, а какие-то лицензии, наверное, должны быть у нее? Или не должны быть? Я просто не знаю. Да, конечно. А какие вот, лицензия звонят. А какие вот есть? Вы мне не можете, будьте добры, какие? Какие лицензии вы знаете, Магомед? Какие я знаю? Да. Нет, вы поймите, я только знаю, что, ну, какие-то, какие-то должны быть у брокеров лицензии. Я поэтому спрашиваю, какие есть. Я не знаю. А какие вот есть? Не скажите. У брокера есть лицензии. Вот вы спрашивали, какая у нас лицензия. Да. Я спрашиваю, какие вам известно. Ну, я не разбираюсь, понимаете? Я только знаю, вы понимаете? Магомед, Магомед, сейчас поспросите, выпейте холодной воды, сейчас. Холодной? Да, есть рядом холодная вода? Есть рядом, да, кран. поспросите. Хорошо. Выпейте, родственные. Так. И сейчас, Магомед, то, что мы с вами перейдем на серьезный разговор. В смысле? Так мы же с вами и так серьезно говорим. Нет. Как понять? Вы не серьезно говорите. Почему не серьезно? Потому что, во-первых, у вас есть опыт в этой сфере. Во-вторых, вы прекрасно понимаете, как эта система работает. В-третьих, мне вот то, что интересно, почему это скрываете? Ну, так я же вам говорил, что у меня нет опыта в этой сфере. У меня нет опыта. А почему вы говорите, что у меня есть опыт? Я же говорил, нет. Потому что я уверен, что у вас есть опыт. Вы просто путаете мне мозги сейчас. Зачем мне пудрить мозги вам? Да ладно, Богомед. Да ладно. В смысле, да ладно? Вы знаете, вот так. Почему да ладно? Зачем да ладно? Потому что, ну, хватит уже, сколько же. Ну, вот я слушал, вот отвечал на все ваши вопросы. Так. Но я это прекрасно понимаю, что вы это уже и так знаете без меня. Притворяйте, что вы не понимаете ничего. Притворяйтесь дебилом? Нет, Мухаммед, это вам не идет. Не идет? Вообще не подходит. Нет. Вы не дебил. Ааа. Вы не идиот. Если вы хотите, чтобы я думал, что вы идиот, то пожалуйста, давайте. Зачем я так думаю? Зачем вы так говорите? Не надо так говорить. Зачем? Вы понимаете, просто у каждой компании, у каждой организации, которая связана с деньгами, со средствами, то есть у каждой организации, компании, которая связана со средствами, со средствами, должны быть лицензии. Я это знаю, потому что, ну, как я уже сказал, у меня высшее техническое образование, я все-таки проходил какой-то курс экономики. Понимаете? Не, это я понимаю, конечно. Вот, и поэтому я вас спросил. И, по-своему, брокер, это финансовая структура, ну, связанная с деньгами, с оборотом денег. Значит, должна быть лицензия. Вот и все, я по этому спросил. Что здесь такого? Ну, я вас как-то обидел, что лицензии, ну, чем я обидел? Не, не, я не обидел сам Мугамед, я просто, я просто догадался, что вы меня обманываете, что у вас есть опыт в этой сфере уже. Понимаете? Вы уже торговали ранее, правильно? Я же вам говорю, что я не торговал. Понимаете? тогда, не знаю, вы связаны с этой сфере. Вы слишком много знаете, понимаете, что я вам говорю, Мугамед? Вот смотрите, давайте еще раз, Тарас. Смотрите, я, у меня высшее техническое образование. Я проходил общий курс экономики, основные вещи, понимаете? и в общем курсе экономики, там, ну, это такая, ну, это все знают, кто учился, у кого есть вышка. Это, ну, любая финансовая структура, банк, биржа, брокер, брокер, это финансовая, ну, или не структура, я просто уже давно учился, я уже слова забыл, связанная с финансовым, какая-то предприятие, организация, которая связана с финансовыми, у нее должна быть лицензия. Я просто это знаю, понимаете? Вот и все, больше ничего. Вот и все, и больше ничего. Я вас это спросил. Что так? Что тут такого-то? Я просто не знаю. Вот такие вещи банальные, ну, просто у меня... Может, может, я ошибся, но если так, Магомед, вот поживем, увидим, если я ошибаюсь, если я ошибаюсь, да? Я не торговал. Хорошо. Я не торговал, нет. Я верю. И я говорю, что если я ошибся, извините, пожалуйста. На бирже, ничего страшного. На бирже я не торговал, понимаете? На брокера я не торговал никогда. А знать какие-то элементарные вещи и какие-то основы, ну, я еще раз говорю, я это знаю просто потому, что я учился, и, ну, как бы, а что тут не знать-то? Не, оказывается, они забыли, да, про этих знаний? Ну, это хорошо. Ну, у меня вообще, моя сейчас работа, она немножко связана тоже с этим самым. Отлично. А сколько вам лет? 42. Да, и что? Да. Ну, несмотря на то, что у вас серьезный голос, я все-таки не думал, что вам 42 года. Я думал, мы почти ровесники там. Ну, наверное, потому что вы в хорошем форме. Ну, Ну, вот мне, вот, мне 30 лет, я тоже думал, что вы тоже так там, 30, 32, 33. Ну, 42 мне. Отлично. Ну, значит, вы в хорошем форме. Это замечательно, на самом деле. Ну, да. Вот, поэтому я прожду про лицензию. Потому что, больше ничего такого. Да, какая лицензия-то есть? Или лицензия есть? Какая там, одна, две, я же не знаю, сколько ли нас. Какие есть, вы не могли бы сказать, если не сложно, конечно. Это торговая лицензия, которая позволяет компаниям торговать и получать придут. Все брокеры должны иметь эту лицензию, чтобы быть на рынках, да, и торговать. Без этой лицензии, без этой лицензии, даже смысла не было бы говорить с вами. Вы знаете, почему? Потому что, я не смог бы вам предоставить доступ к рынкам. То есть, вы не смогли выйти на рынок и торговать. Понимаете? Там просто так никто не пустит. Это, не тот, в подарок, там все заходят и покупают фрукты, допустим. Нет. Там заходят определенные компании, у которых есть доступ. Без этого доступа даже не было смысла с вами общаться. Я понял, это лицензия на торговлю на финансовом рынке, то есть, это лицензия, так называют. Да. А кем она выдана? Каким органам она выдана вот вашей компании? Каким органам выдана? Смотрите, смотрите, Магомед, давайте, чтобы, если вы хотите, так скажем, углубляться в таких деталях, я уверен, что кроме этого у вас будет море вопросов, которые появятся уже непосредственно в процессе. Да. когда я покажу наш сайт, когда я вам визуально все покажу, да, вот потом вы можете задать мне глубьи вопросы, и, конечно, я вам предоставлю такую возможность, чтобы лично пообщаться с нашим аналитикам, которые отвечают на глубьи ваши вопросы. А со мной, Магомед, я здесь, я являюсь здесь последним менеджером, который помогает вам и сопроводить, и объяснить абсолютно все детали, связанные уже с личным кабинетом. А, ну, то есть, вы сами не знаете сами, кем лицензия вы делаете, к каким органам? Я все знаю, я все прекрасно знаю, Магомед. Так вы просто скажите мне сейчас, кем вы делали лицензия, к каким органам? Это ни к чему, ни к чему это. Почему ни к чему? А почему ни к чему? Потому что это ничего не даст вам. Понимаете? Почему вы так считаете, что это мне ничего не даст? Потому что я много чего могу сказать, Магомед. Много, много красивей вещи могу рассказать, да. И все поверите? Так нет, а в чем проблема-то? Я же, мы же с вами общаемся, вы мне, знаете, предложили ввести деятельность, зарабатывать. Я вас спрашиваю про вашу компанию, спросил, какая лицензия, кем выдано, и вы говорите, что нет, вы не хотите говорить об этом? Ну, а почему просто? Потому что я повторю, это ни к чему не приведет. Потому что это вам не даст абсолютно ничего. Ни вам, ни мне. Ну, сейчас я имею в виду, в данный момент. потому что, даже узнав все детали, абсолютно, все детали, узнав, не то, что просто узнав, а если я даже закажу, все, да, от этого ничего не получается, Мухаммед. у вас связь пропадает, у вас то громко, то тихо слышно. То громко, то тихо слышно. Смотрите, с этим вы не сможете определиться и принимать решения. В этом эти факторы вам не поможут. Вы меня понимаете? Конечно. Ну, вот, я же задаю, как бы, задаю такие вопросы основные. Ну, я думал, что вы мне просто ответите на них, как бы, на мои, это основные вопросы по компании, по заработку, по, ну, такие самые, и в чем тут проблема-то может быть. Проблема в том, вот, так, проблема в том, я с вами общаюсь уже более полчаса, более 10 дней, общаюсь с вами, и вы, даже если я буду общаться с вами 2 часа, вы не сможете принимать решения. Почему я могу принять, почему я не могу принять решения? Вы не сможете. Почему смогу принять решения? Ну, как же. У меня же есть интерес. Я же заинтересован зарабатывание. Это я понял. Ну, значит, ну, мне нужна, понимаете, ну, для того, чтобы начать с вами сотрудничество, мне нужна, ну, абсолютно ясная картина, полная информация, вот, о вас, не лично о вас, о вашей компании, я имею в виду, когда я говорю о вас, о вашей компании, о способе заработка, как можно, ну, полная информация, понимаете? Вот, тогда я вот так задам вопрос, чтобы вы поняли, Мухаммед, вот сейчас, допустим, я буду отвечать абсолютно на все вопросы, которые у вас сейчас есть, и дальше еще то, что будет. Вот закончили, вы получили все ответы, которые вас устраивают, и дальше, дальше что? Я спрашиваю, Мухаммед. Если те ответы, которые вы мне дадите на мои вопросы, они меня устроят, то, ну, разумеется, так же я уже сказал, что я заинтересован в заработке. Ага. Разумеется, если меня это все устроит, разумеется, я с вами сотрудничество начну, понимаете? Если меня все устроит. Ну, для чего же, я же и спрашиваю для этого, понимаете? Я же, ну, давайте так, с другой стороны. А для чего я спрашиваю? Я же спрашиваю для того, чтобы, ну, принять решение, принять решение, понимаете? Я это, конечно, понимаю, Мухаммед, это я прекрасно понимаю. Ну, вот, все очень просто. Сейчас, сейчас, вот, представьте, я отвечу на вашу вопрос, закончился наш разговор уже, и у вас есть желание пробовать. То есть, вы приняли решение, что вот вы хотите с нами сотрудничать. Да. Как? Это не по-другому. Как, Мухаммед? У вас нет интернета, чтобы я вам что-то показал, у вас нету на телефоне там Wi-Fi, нету никакого возможности, чтобы я вам что-то визуально хотя бы показал. Ну, понимаете, в общих чертах... Как сотрудничать. Вот опять, как вы, на чем сотрудничать... Да, во-первых, в общих чертах, в общих чертах какие-то общие вот это вот, ну, понимаете, самые основные вещи. Я знаю, как это работает. То есть самые основные, понимаете, просто знаю, как это работает. У меня же есть знакомые, которые занимаются биржевой торговлей, и они мне что-то показывали, что-то мне рассказывали. Вот, и поэтому, когда я вас спрашиваю, чтобы мне на словах что-то сказали, я не просто так спрашиваю, я понимаю, что, когда вы мне ответите, я, то есть, и так это понимаю, понимаете, мне не надо показывать. Алло. Алло. Алло, Магомед, как слышно? Да, хорошо слышно. Отлично. Магомед, вот, я помню, хотели вопросы задавать. Да, да. Давайте, я слышу. Ну, вот, я же, вот у вас спросил, я уже понял, что на брокерской компании, которой занимается аналитика, зарегистрирована Швейцария, Цюрих, Capital, ну, Capital, и, а, лицензия, вы сказали, что есть у вас лицензия на брокерскую деятельность. Я вот спросил, кем выдано, каким органам выдано лицензия, вот, вопрос такой был. То есть, вам интересно, кто выдал нам лицензию? Ну, какой орган, какой орган выдал вам лицензию? А кто выдает? Как вы думаете, вот, кто выдает лицензию? Я не знаю, я же не разбираюсь в таких вот мелочах. Ну, смотрите, вы показываете себя просто, вот, как сказать? Ну, так. Ну, вы хотите просто показать, что вы, ну, не знаю, это глупо получается, на самом деле. Если, вот, кем выдается лицензия вообще? Ну, кем, я, ну, кем. А, кем? Ну, а, кроме, на брокерскую деятельность, как вы думаете, какой орган только может выдавать лицензию? Вы понимаете, вы сейчас третий раз или второй, я спутался, меня спрашиваете на вопрос, который я не знаю, но ответы, которые знаете и вы. А зачем вы меня-то спрашиваете, если я говорю, что не знаю? Это регулятор. А, регулятор? Ну, регулятор, да, да. Деятельность, деятельность компании осуществляется в соответствии с требованием швейстанской комиссии по ценам, бумагам и биржам. У нас есть свой номер лицензии, который можете прочитать на наш сайт. Комиссия международным финансовым услугам АЕСКО. Номер лицензии 4859-16-16-25. Директивы Аэросоюза. Милфид 2. Номер лицензии 1465-АУ. Ну, знаете, вы просто задаете такой вопрос, который просто даже на самом деле неприятно. Почему? Как будто я из кухни звонил там с какой-то. Ну, понимаете? Хотите сотрудничать. Какой бы у меня лицензии ни было бы, да? Да, да. Каких бы регуляторов у меня ни было бы, да? Да. Все зависит от вас, специалисты, с которыми вы будете работать. Поверьте просто на слово. А, ручка. А, закон. Ясно. Просто так быстро еще сказали, по поводу лицензии. Ну, я услышал номера какие-то. А как вы сказали, какой орган, будьте добры еще раз, название его именно. Не номера, а название органа какого-лицензии. Так. Милфид 2. Номер лицензии 2014-65. Да. Нет. Друг. А, я сказал. Да, не номер, а сам орган. Хорошо. В комиссии по международным финансовым услугам. А, 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 е, с, к, о. А, вот все, все. Я просто прослушал. А, е, с, к, о. Я понял. Ну, вот все. По буквам. По буквам. Да. Запишите. Ай. Там палочка. Да, допишу. Олга. Эс. Как с долларовой. Да, знак доллара. Ай, о, э, с. Вот. Это я записал уже, да, да. Вот. Спасибо. Я вас, собственно, вот. Я же вас это и спрашивал, конечно. Хорошо. Далее какие вопросы? Остались вопросы? Ну, если сейчас подумаю, вы понимаете, вы меня так, ну, не торопите, я же, ну, говорю, я же не специалист, я же так просто слышал об этом. Ну, хорошо, давайте подумаем. Я же живу, я же, а, я же живу в России. Ну, в России живу. А у вас здесь есть филиал представительства вот компании вообще вот? Пока что нет. Пока что, пока что нет. Но у нас, в принципе, нету нигде в России. У нас есть главный офис в Свейцаре. Прямо в Сюрике. А так, конечно, с отройчем со всеми странами. Даже у нас в Бразилии тоже есть клиенты, есть в Сюрике. Вот видите, тут вот возникает следующее из этого возникает следующая ситуация, которая может быть форс-мажор. Понимаете? Если что-то пойдет не так у меня, ну, всякое может быть, форс-мажор, как всякое бывает. Да, очень сложно будет, так как вы не находитесь в России, очень сложно будет, ну, как-то вот решить какие-то вопросы спорные, понимаете? Я понимаю, что, да, я понимаю, что вы сейчас скажете, что не будет вопросов, проблем, но они могут быть, понимаете? Форс-мажор, да, форс-мажор не включен. Я вас сейчас понимаю, да, что абсолютно возможно. Понимаете, какая ситуация? Я даже так скажу, никаких гарантий не бывает. Все более в этой ситуации. Да, понимаете? И поэтому... Я не буду, я вам изначально говорю, что я не врубом и не буду врать, и я это прекрасно понимаю. Да, да, конечно, не, нет, не надо, зачем брать? Мы хотели услышать, что есть какие-то гарантии, но нету такого. Да, 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 вы поймите, я же вам тоже говорю, вот, что, ну, как думаю, так и говорю вам, что это самое. То есть я вам, я же вам сказал изначально, чтобы мне принять решение по поводу сотрудничества с вами возможного, мне надо какую-то получить информацию, понимаете? Вот я ее сейчас получаю, и, соответственно, уже какая-то есть у меня картина перед глазами, понимаете? Вот, собственно, во всяком случае, вот этот момент, что у вас нет в России представительства, он уже, ну, честно говоря, он уже как бы меня отталкивает, понимаете? Потому что, ну, будет форс-мажор какой-то, ну, всякое может быть. И не получится решить этот вопрос, потому что, понимаете, я могу, если честно, Мугамед, послушайте, я могу назвать примерно 10 компаний, которые работают, на сегодняшний день работают на территории России, и единственное, чем они занимаются, отмывают деньги у клиентов. Так что, пожалуйста, не нужно это мне говорить. К сожалению, да, либо к счастью, я не знаю, но сегодня, да, физическое местонахождение и спирпа, и интернет. Вам не нужно, чтобы купить акции Apple, уехать в Нью-Йорк, на юркском бирже, покупать это на острове и перепродавать. И вы можете это делать, сидя дома и выходя из дома. Вам понадобится всего лишь компания, которая регулируется международным регулятором, а вы мне говорите, что нет, у вас нет в России. Так как вы можете быть в России, если у вас все корруппировано абсолютно вообще? Если у вас считается, что каждая копейка, которая считается, что перевозят с карты на карту, погибается, да? Ну, конечно, конечно, да. Ну, даже вот крипту хотят сейчас контролировать. Вы слышали, что заблокировали там абсолютно все деятельности на карту? Это же ерунда, понимаете? Я вот про это не знаю. Там создаются пифровые ровы вообще. Но это кто, на кто это влияет? Это влияет на простых людей. Как и я на простых людей, да, вокруг нас, кто находится, чтобы их нагибать. Я здесь, чтобы зарабатывать деньги своим умом и своим трудом. Ну, понятно. Потому что не нужно там работать 12 часов. Нужно работать головой и грамотно. Я понял. Ну, понятно так-то, конечно. Ну, видите, но тем не менее... Так, давайте, то есть, скажите мне, если остались какие-нибудь, не знаю, вопросы или что-нибудь. Ну, понимаете, просто вопросы-то есть еще, но, понимаете, тут что, у меня уже, ну, как бы, вот, я не готов, во всяком случае, вот так вот, на таких условиях, что с иностранной компанией, в России нет, я не готов, как бы, вот, финансовые какие-то делать, эти самые отношения, вступать в финансовые, понимаете? Потому что, вот, иностранной компанией как-то, вот, ну, не очень, я готов. Так, 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 послушайте меня сейчас. Изначально, когда мы с вами начали разговаривать, я вам сказал, что компания международная находится в Швейцарии, это швейцарский брокер. Изначально я вам говорю, о, и дело так, да, правильно? После этого, после этого, после этого вы меня сказали, вы меня сказали, что если я отвечу на все ваши вопросы, этим что-то будет меняться, то есть вы сможете принять решение. Так, скажите мне, скажите мне сейчас, зачем я потратил свое время, ответ, вообще, ответил на все ваши вопросы, если это было ни к чему, которое я изначально вам говорил, что это приведет нам ни к чему, бля, вы это понимаете? Как, ну, как, ну, как, что значит ни к чему, почему ни к чему? Как вы сами мне говорили, что если я отвечу на все ваши вопросы, вы сможете принимать решение. А сейчас мне говорите, а сейчас мне говорите, я человек, который ответил на все ваши вопросы, что вас что-то не устраивает. Да, 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 не устраивает, что вот компания, нет представительства в Российской Федерации. Так, почему не сказали это изначально, когда я вам говорил, что мы находимся в Швейцарии? Скажите, пожалуйста. Ну, я же... Если это было проблемой, если это было проблемой... Откуда же я знал, что у вас нет представительства в Российской Федерации? Вы же не говорили, что нет представительства в Российской Федерации. Вы только сказали, что Швейцария зарегистрирована в компанию. Так почему не спросишь? Так, а нет, а в чем проблема-то? Вы так говорите, как будто... Проблема в том, проблема в том, я скажу сейчас, Магомед, я скажу, в чем происходит. Мы же с вами две мужчины разговариваем, да? Ваше слово, как думаете, что-то стоит? Что вы говорите? Ваше слово, что-то стоит, как мужчина? Вот скажите мне, как вы думаете? Как я буду с вами сотрудничать, когда вот сейчас, в начале, ну, знакомства, так скажем, вы уже пудрите мне мозги? Как я могу вам проверять, Магомед? А в чем тут пудрите мозги-то? Что вы имеете в том, что пудрите мозги? Потому что я изначально уточнил, Магомед. Изначально все уточнил. И ведь сейчас просто, там, не знаю, придумываете на что-то. У меня такое впечатление, что вы просто хотели найти что-то, за что потом будете отказываться. Вы что, боитесь сказать мне, что вот, нет, Никита, мне это не надо? Ну, как понять, что не надо? Я же вам говорил, что мне интересует более подробная информация для того, чтобы принять решение о возможном сотрудничестве. Ну, я получил, ну, вот вы мне сказали вот это, и я же вам объяснял. Я же вам все нормально объясняю, как бы, что меня не устраивает. Понимаете? Да, Магомед, я это понимаю. Я это понимаю, но это я понимаю уже сейчас. А я спрашиваю, почему это изначально не сказали? Если для вас самое главное, было тот факт, что вы хотели бы иметь отношение с компанией, которая находится в России, то сразу, почему не спросили? Ну, вы же говорите. Вы же не говорили, что ваша компания, нету представительства в России. Вы-то об этом не говорили. Так вы меня спросили. Так я вот сейчас у вас спросил, и вы мне ответили на мой вопрос. Что не так? Просто вы, я совсем понимаю, что не так, что вас, ну... Потому что, Магомед, я был прав. Я изначально сказал, я изначально сказал, что этот разговор ни к чему не привезет нас. Ни к чему. Почему ни к чему? Я же вам, как был, как было, так вот и есть. А так вам, как я вам объяснял, так оно и есть. Так значит, так значит, вот сейчас причина в том, что мы находимся в Швейцарии, не в России. И поэтому, поэтому... Представительство, представительство филиала, понимаете? Мне звонил как-то брокер один, я не помню, это было очень давно. Тоже предлагал, ну, тоже услуги. И тоже был международный брокер, международный. И тоже какой-то страны. Ну, они сказали, что у них филиал в России, в Москве есть филиал. Поэтому, ну, собственно, вы меня просто спрашиваете, почему... Ну, я же не знаю, что у вас нет филиала. Вы мне сказали, что у вас нет филиала, представительство в России. Я сразу после этого ответил, что, ну, к сожалению, раз нету, я просто не готов, потому что... Я вам уже объяснил, почему. Потому что какой-то форт-мажор очень сложно будет решать с зарубежной компанией. Как вы думаете, Могаммед, компании, которые находятся на территории России, как думаете, они дают вам гарантию? Ну, это хоть что-то как-то, я... Сложно, понимаете, по словам гарантии... Подождите, я прямой вопрос, прямой ответ дадите. Как думаете, они дают вам гарантию? Я думаю, что это хоть как-то дает какую-то надежду на то, что... На какого? Ситуацию какая-то, какую-то непонятную, можно будет разрешить. Допустим, допустим, эта компания слила ваши деньги. Что вы будете предпринять, если у вас не было никаких гарантий? Вот что вы будете сделать? Ну, если... Ну, вы понимаете, вы меня такой вопрос задаете. Я же не работал на вот это, финансовом, в таком рынке. Я же не знаю. Я только так примерно понимаю головой, что если это в России, значит, это возможно как-то решить. Возможно решить. Если это не в России, то это точно я не смогу никак решить. Ну, потому что это просто далеко очень. Это другая там... Другое государство. Вы не поняли, что я хотел донести до вас. Послушайте меня. Компания, неважно, это находится рядом вашего дома. Или где-то в Бразилии, не иметь никакого отношения. Потому что ни одна компания не даст вам никаких гарантий в этом сфере. Понимаете меня? Ну, кажется, я понимаю. Соответственно, если у вас не будет никаких гарантий, также, неважно, где бы компания не находилась, вы ничего не сможете сделать. Это в любом случае риск. Мугамед, для которого... Вот скажите мне честно, Мугамед, когда... Да я и так буду честно разговаривать. Не, послушайте, послушайте меня. Я тоже честно разговариваю. Ну, так мы вообще честно разговариваю. Я и сейчас скажу, как... Вот послушайте. Я вас... И вовут в жизни хотя бы разок, хотя бы разок. Бело такое случай, что приходилось яйца собрать в кулак. Бело такое случай. Как понять яйца собрать в кулак? Это что значит? В смысле, что значит? Вы же, точнее, серьезные решения не принимали в жизни никогда? А, Зеленый, конечно, принимал. Неоднократно. Принимали. Значит, у вас хватило мудрости сделать чак вперед, правильно? Конечно. Хватало, да. Как сейчас, скажите мне, чего вы боитесь? Да не боитесь. Починать 250 долларов? Вы этого боитесь? Это не страх. Тогда что это? Ну, как бы целесообразность или как сказать? Как это? Не целесообразность, я вам. Да ладно, Мухаммед. При чем здесь страх-то? Понятие страх, боязнь. При чем здесь это? Тогда при чем тут такие вольнения, что ой, если я не буду там в других странах, я не могу ничего сделать? Нет, я это знаю. Я же это знаю. Да ладно, это страх, Мухаммед. Это страх. Вы боитесь просто чак сделать вперед? Вы думаете, что это не будет... Но это не страх. Страх это другой немного. Я знаю, что такое страх. Это не страх. Я же вам объяснил. Тогда я так скажу, не хватит мудрости. Вот так назвал бы. Это не хватит мудрости. Я так назвал. Ну, не знаю, но... Вам ведь не, вы со своей же колокольни смотрите на это. А я со своей. А вы как смотрите? Ну, я же вам объяснил уже. Понимаете? Что, еще раз говорю, что компания, если в России, понятно, что гарантии нету. Но в России, возможно, можно будет решить проблему, если будет проблема. Как? Компания не в России. Например, хотя бы один способ назовите, каким образом собираетесь решить всю проблему, если это компания в России. Хотя бы один назовите, пожалуйста. Ну, я же... Вы понимаете, я не на такой степени там юридически подкован, чтобы... Я только знаю, что это можно будет как-то решить. Понимаете? Я не смогу вам, к сожалению, объяснить. Я не смогу. Я не разбираюсь. У которого есть образование, Мугамед. Сейчас, пожалуйста, получайте мозги и сами подумайте. Причем тут юридический фактор, когда вас не дает никакого гарантии. Причем тут юридический фактор. Если у вас нет никакого гарантии, давайте будем рассуждать. Таким образом вы собираетесь это решать. Давайте будем рассуждать логически. Попытаемся рассуждать логически. Давайте. Давайте. Компания в России, финансовая какая-то компания в России, ну, там офис, ой, филиал или сама какая-то компания, брокер, ну, российская, то есть ли представительство в России. Значит, она как-то зарегистрирована в России. То есть она официально, есть у нее, она существует официально. У нее тоже должна быть лицензия, тоже что есть. Это мы выясним. Все. Вот так оно есть. Так, допустим, я с ней сотрудничаю с этой компанией, и возникла какая-то спорная ситуация. Так, раз она, как мы уже выяснили, раз она зарегистрирована, значит, есть лицензия, значит, я могу пойти, допустим, в тот же суд, к примеру, и подать на нее в суд хотя бы это, хотя бы это. Дальше, другой вариант. Компания там, где-нибудь в Швейцарии. Так. Все то же самое, я с ним начал сотрудничать с вами, к примеру. Значит, какая-то спорная ситуация. Я иду в суд, и что мне суд говорит? Суд не будет заниматься этим вопросом, потому что компания не из России. Вот и все. Вот, к примеру, вот так вот. Примерно так вот. Хорошо. Давайте, так придется вернуться изначально. Ну, Компания, вы думаете, вы хотите, думаете, и хотите тоже, да, что если у вас будет какая-то проблема, вы думаете, вам суд поможет? Ты правда так думаешь? Ну, суд на то и существует, чтобы как-то решать вот какие-то вопросы, проблемы такие. Понимаете? Да, я это понимаю. Ну, давайте обсудим две варианта, Мугамед. Один. Если все прекрасно, то идет хорошо. А второй. Компания обманывает клиентов и сливает деньги. В этом случае, как вы думаете, Мугамед, вы первый клиент будете, у которых эта компания обманет? Или последний? Как вы думаете? Ну, я не знаю. Как вы думаете? Да ладно, когда вы ходите в ум, пожалуйста, не ведите себя, как иногда, не знаю, как будто ребенок. Да ладно. Как будто ребенок? Ну, вот в этом смысле. Ну, я не знаю, ну, поймите, ну, первый я буду последний, откуда же я знаю такое? Вы не знаете, я знаю, я говорю вам, а вы даже не хотите об этом слушать. Вы только думаете, что эту проблему может там решать какой-то суд. О каком суде идет дела, когда у вас нету никакого гарантии, которую компания дала вам. Понимаете, это сфера, в которой никто не сможет дать гарантии. Здесь, вот хочешь, рискни, пожалуйста, мы тебя будем сопроводить и мы дадим тебе правильное управление. Гарантия, все равно, под гарантией, я не знаю, но гарантией, ну, договор. У меня же все равно договор будет с этой компанией. У меня же все равно будет договор. Наказание услуг этих. Да, и что, вот смотрите, вот вы начали сотрудничать с договором компании. Компания договорилась с вами, что он поможет вам торговать, значит, и зарабатывается. То есть сопроводить вас в этой сфере. Он сопроводил в этой сфере. Но там же я уверен, что у всех компаний здесь подчеркнуто там что. В этой сфере что может случиться? Цена как и может подняться на веру, так и может снизиться. Тем более, когда это происходит, все, у вас там личный кабинет. Я не могу вмешаться там или то или иное компания. Никто не сможет вмешаться. Вы можете там даже самостоятельно зайти и что-то купить и продать. Если у вас не получится, и что это, я буду виноват? Не, я не знаю. Никак. Если вы самостоятельно, без моего ведома, что-нибудь будете покупать и продавать. Кто в этом виноват? Могомед, простая логика. Пожалуйста. Ну, кто в этом будет виноват? Ну, сам клиент. Ну, тоже, наверное, будет виноват. Конечно, сам клиент будет виноват. Ну. Конечно. Конечно. Так, где вы идете? Что вы скажете суду? Не, ну, я не знаю, вы понимаете? Я понял ваш вопрос сейчас. Но вы берете тот случай, когда... Ну. Я же вам сказал же, я не занимался этим никогда, понимаете? Я не знаю. Я просто допускаю какие-то возможные варианты. Может быть, что. Вот и все. Все может быть, Могомед. Может быть, я завтра въеду на улицу, и мне машина сберет. Да. Никаких гарантий нет. Да, спасибо. Все может быть. Так о чем речь вообще? Вот, собственно, я вам просто объяснял же, что... Компания, которая без регистров, не в России, не из российской компании... Ну, я не рискнул бы, конечно, работать вот так. Вот, собственно, я вам это объясняю же. Я вам примерно объяснил причины какие, но... Так, давайте все-таки... Я с вами очень долго разговаривал. Я еще... Начну один момент, Могомед. Конечно. Вы разговаривали сейчас, вы разговаривали сейчас. Я от этого на ваши вопросы. Да-да, спасибо вам. Хотя от всего, и хотя от всего этого, вы приняли сейчас решение, что не стоит сотрудничать. Я правильно понял? Ну... Принял же, принял же. Я... Ну, к сожалению, с иностранной компанией... Я не готов, понимаете? Вы поймите, я же вам объяснил почему. К сожалению, не могу. Нет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!